Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова, и врач-психотерапевт Алексей Изотов. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, уважаемые телезрители. У нас прямой эфир. Телефон в студии 201-01-95. Звоните, мы ждем ваших звонков, вопросов. У нас какое-то время были повторы, связанные с техническими причинами. Но сегодня у нас настоящий прямой эфир. Я думаю, телефон может быть еще раз повторить, потому что и телефон тоже поменялся, чтобы наши зрители. 201-01-95. 95, да. Время прошло, но наше желание разговаривать с вами, поговорить с вами и обсудить какие-то вопросы, которые вас, нас беспокоят, оно никуда не делось. Это желание. В общем, добро пожаловать в наш разговор. Климат меняется, я не знаю, там, погода меняется, холод сменился на тепло. Завтра летом? Да, но какие-то моменты, какие-то вопросы по-прежнему остаются важными. И вот мы продолжаем пробовать эту передачу делать с вами. Алексей, традиционно я вас спрашиваю, чем сейчас живут, не знаю, клиенты, люди, пациенты, которые интересуются психологией, психотерапией, которые к вам обращаются за помощью? Или, не знаю, может быть, вы знаете, что тема психологии обсуждают люди и в трамваях, и в парках сейчас сидя на скамеечках? Я думаю, что тем по-прежнему много. Но вот если, как это традиционно бывает, да, такой какой-то экскурс делать в короткую историю, с чем приходили люди последние, ну, там, неделю-две, например, то я могу сказать, вот я сейчас сидел, думал перед эфиром, я могу сказать, что, по крайней мере, в моей практике выросло количество людей, которые приходят после консультации невролога. То есть они сначала попадают к неврологу, ну, с какими-то нарушениями, с какими-то расстройствами. Ну, с жалобами, с какими-то, да? С жалобами, да. Какие-то могут быть жалобы. Это жалобы, там, на бессонницу, на головные боли, на ухудшение подвижности в каких-то мышечных группах, например. У человека начинает хуже как-то рука двигаться, или он, ну, не хуже, а, может быть, дискомфорт какой-то чувствует, какие-то там онемения, мурашки, да, какие-то подергивания, может быть, в руке или в ноге. Например, недавно приходила женщина, которая говорила о том, что вот у нее такие внезапные какие-то подергивания в больших мышечных группах. Ну, я не буду развивать эту историю, но это история про мышцы, да. Вот. Это история о, там, что-то, может быть, со зрением у кого-то, да, у кого-то внезапные приступы. Ну, я знаю, вот тоже мне знакомо жалуется проблема с актуализацией слов, да, если говорить терминологией, а в жизни это проявляется, хочу сказать, и раз какое-то слово забывается. Хотя люди, там, трудоспособного возраста, относительно здоровые, ну, вот какие-то провалы случаются как будто бы в памяти. То есть не могу слова сделать актуальными для текущей ситуации. И люди с такими нарушениями, с такими жалобами, они, ну, демонстрируют примерно похожую логику, которую можно было бы тоже сказать. Логика заключается вот в чем. Ну, во-первых, у этой логики есть, на мой взгляд, встроенный такой момент, где люди ставят знак равенства между психикой и нервной системой. То есть, если я не сплю, у меня что-то с нервами. Если у меня эпизоды тревоги какой-то, паники, страха, у меня что-то с нервами. Если у меня, там, я не знаю, да, что-то онемение в руке или в ноге, или что-то там плохо функционирует, ну, в этом смысле, да, у меня что-то с нервами. А если у меня с нервами, я иду к неврологу. То есть, специалисту, который… Нервный. Да, специалисту, который занимается нервной проводимостью и так далее. Тем более, когда, как говорят врачи в анамнезе, или говоря бытовым языком в предыдущей истории, у человека есть какие-то события, которые, ну, например, черепно-мозговая, кого-то побили на улице, или там сбила машина, или, ну, не знаю, какое-то токсическое было поражение, человек там долго выпивал, например, да. Вот, и они идут к неврологам, и иногда бывают ситуации, когда неврологи что-то находят, ну, что значит что-то находят, ставят какой-то диагноз, обычно он касается, там, дисциркуляторной энцефалопатии, например, да, то есть нарушение циркуляции ликвора в головном мозге, и этим объясняются, там, вспышки забывания, да, остеохондроз, там, нарушение проводимости, проходимости артерии, шеи, череп, ну, головы, да, если так в целом говорить. То есть какие-то вещи находятся, но вот к чему я вел, к тому, что неврологи, и в это время, последний там месяц для меня это стало чаще, вот присылают, просто мы с коллегами сотрудничаем, мы друг другу посылаем людей по необходимости, вот отправляют людей, пациентов, у которых на приеме неврологическом и при возможных обследованиях, ну, почти ничего не находится. Ну, что это значит? То есть человека посмотрел невролог, ему сделали электроэнцефалографию, ему сделали компьютерную томографию, ему еще какие-то, там, ультразвуковую диагностику сосудов шеи, ну, и так далее, все, что можно, да. И, в общем, невролог так смотрит и понимает, что какие-то, может быть, ну, аккуратные, какие-то не сильные нарушения есть, но у кого их нету, да, так по большому счету, если сделать какие-то обследования, у кого-то что-то всегда найдется. Но история заключается в том, что те нарушения, которые найдены, не объясняют те жалобы, которые, да, то есть с этими нарушениями у вас не может быть таких, там, таких болей выраженных, да, в голове, ну, ничего там мы не нашли, да, или не может быть такой бессонницы, или не может быть таких внезапных приступов, тревоги, или не может быть таких, там, ползающих каких-то мурашек или каких-то необычных ощущений. Вот, и поскольку мои коллеги-неврологи знают не только свою специальность, но еще и они изучали психиатрию, ну, там, психологию, да, то они вполне понимают, что, и разделяют, вот я с этого начал, да, есть нервная система, ну, какой-то материальный такой носитель, как мы говорим, непосредственно головной мозг, там, нервы периферические, спинной мозг. Вот, а есть психика, которую руками не пощупаешь, и которую никакими аппаратами особо не просветишь, да, и возникает предположение, в медицине есть такой ход, если мы сделали необходимое количество исследований, может быть даже полечили, то есть бывает так, неврологи говорят, ну, ладно, мы ничего не нашли, ну, вот вам наши какие-то препараты, ну, ноотропы там, к примеру, да, еще какие-то препараты. И вдруг они обнаруживают, неврологи, назначая препараты, что противотревожные препараты, ну, там, какой-нибудь афобазол, феназепам, они помогают, да. И у коллег еще один такой возникает аргумент, довод, что раз препараты, снижающие тревогу, помогают, ну, то есть они снижают симптоматику, что-то здесь связано скорее не только с нервами, или, может быть, не столько с нервами, сколько с психикой. И таким образом люди часто появляются, ну, вот в моей практике, я знаю, что у моих коллег появляются, они приходят и задаются вопросом, а вообще может быть, вот там у меня такие жалобы, такие симптомы, они могут быть связаны с психикой. Я вообще, я же не псих, я же там, я же нормальный, ну, да, у меня ни бреда, ни галлюцинации, ничего нет. Вот, и это такая особенная работа, где, с одной стороны, человеку можно, ну, можно проинформировать его о том, что такого рода нарушения могут быть, и еще один момент, связанный с тем, останется ли он, ну, лечиться, да, у психиатра ли, или у психотерапевта, да, то есть обсуждать. Потому что вот это, я еще к чему веду, идея материальной какой-то такой поврежденности, материальной не в смысле денег, а вот того, что я сказал, да, нервы – это материя, да, как печенка – это материя, как сердце – это материя. Вот когда что-то с материей произошло, да, что-то там нарушилось, человек понимает, раз нарушилась материя, то нарушилась и функция, которую эта материя производит, да. А тут вот с мозгами, грубо говоря, бытовым языком, все нормально, с нервами все нормально, а что-то ненормально с психикой. Вот это очень часто, этот момент оказывается сложным для понимания. Вот. Да, я хотела немножко тоже ремарку свою внести. Часто же происходит, что действительно человек рационально думает, ну, все нормально, я же отдаю отчет тому, что происходит в моей жизни. Ну, вот там у меня в шее, там, или в спине, в руке очень сильно болит. И в той же психике, да, ну, или в неком внутреннем пространстве у человека происходит разделение. То есть он начинает разделять себя вот такого рационального, логичного, там, не знаю, вот, умного, и вот эту часть своего тела, которая как-то ведет себя неподобающим образом. Болит, беспокоит, то есть не дает мне нормально жить. То есть я к чему веду? Человек приходит и говорит, ну, я нормальный, вот, или я нормальный, а вот эта моя часть ненормальная. То есть вот, и она как будто бы не моя, то есть она живет своей собственной жизнью. Человек приходит в этом смысле к доктору, пусть он рационально, как вы говорите, организованно, и приходит за объяснение. Расскажите мне, что со мной. Ну, это один из первых обязательных и логичных вопросов. И здесь вот тот самый момент тоже, на мой взгляд, интересный. С снимками, с результатами анализов объяснить человеку, что с ним, проще. Ну, может быть, мне так кажется, может быть, коллеги со мной подискутили. Проще, потому что можно показать и сказать, смотри, вот здесь у тебя… Ну, человек самому проще. Да, вот здесь вот, там, правый желудочек в головном мозге, да, там, больше, левый, меньше. Вот здесь истончение коры, вот там еще что-то, да, вот здесь мы сделаем. Вот, и в связи с этим там у вас могут быть головные боли. Или вот смотрите, там, сосуды справа, там, какая-нибудь артерия забита, да, какими-то. Вот. Поверить мужчине в то, что у меня сильные головные боли, потому что с детства и в семье, и в школе говорили, мальчики не плачут, они всегда выдержаны. Вы специально выбрали мужчину или нет? Ну, почему нет? Как пример, да? Как пример. Ну, может быть, нет, если, я думаю, что если ввести такое, если специалисту начать с такого, с такой аргументации, ну, совсем давней. Важно, могу про женщину, например, привести. Женщина набирает вес, и ей сложно признать или просто, не знаю, допустить в качестве гипотезы, что она начала набирать вес, когда ее папа высказался о том, что вот ее подруга как прекрасно выглядит, а ты вот, тебя вряд ли кто замуж возьмет. Вот. И вы говорите вот действительно об этом некотором затруднении, которое, я думаю, что не только затруднение специалиста, но и затруднение специалиста по объяснению, но и затруднение человека по пониманию. Потому что на уровне высказывания информации, вот то, о чем вы сказали, да, у вас с весом, возможно, потому что. Дальше вот это объяснение. Оно, ну, на логическом уровне понятно, но, во-первых, его нужно аргументировать, его нужно доказать, потому что бездоказательные объяснения, ну, мало стоит чего, да. И в них, конечно, в них приходится тогда верить. И что значит верить? Тогда эта женщина, которую вы привели в пример, или тот мужчина, ходит и верит, что у него или у нее там с весом что-то, потому что, да. Я допускаю, что человек мог пойти первый раз к другому специалисту и получить другую версию и ходить с этой другой версией. Ну, например, у меня повышенный вес, потому что. Ну, не знаю, понятное дело хотел сказать, а может быть и непонятное, не для всех оно очевидно. Знание причин, вот конкретно в той области, связанной с психологией и с вытекающими проблемами из этого, знание этих причин не всегда помогает устранить вот те жалобы и ту симптоматику. То есть там же что-то еще есть, с чем приходится работать психотерапевту. И там есть те открытия, которые приходится делать клиенту, пациенту о себе и о своих, не знаю, моделях, которые у него существуют и в голове, и в поведении. Или в реакциях там на те или иные раздражители. Ну, и, возможно, одним из открытий, я вашу мысль могу продолжить, согласившись, да, одним из открытий, например, может быть, вот такой рассказ мужчины о том, что у него, в общем, начались достаточно выраженные головные боли. Неврологи его посмотрели, особенного ничего не нашли. Но у него была в истории черепно-мозговая травма, а это для всех докторов серьезная. Для всех докторов это очень серьезный аргумент, чтобы думать, что все или там с высокой долей вероятности те нарушения в психической деятельности, ну, например, в частности, головные боли, если они возникают, то с высокой долей вероятности они будут связаны с последствиями черепно-мозговой травмы. Но в медицине, знаете, есть, когда я учился, я не помню, откуда это взялось, это, по-моему, такая крылатая фраза кого-то из наших известных российских, русских, ну, там, врачей, основателей, да, к сожалению, сейчас не вспомню, который сказал, что, он, по-моему, про собаку, может быть, говорил, а может быть и про человека, что могут быть и вши и блохи одновременно. Ну, такая метафора очень интересная, да, то есть у человека могут быть одновременно два расстройства. Это, конечно, сильно путает картину. И у этого парня вполне могут быть жалобы, связанные с перенесенной травмой, там надо еще посмотреть, как давно она была и так далее, так далее. Вот, а еще, почему я говорю, что он вполне может быть, ну, так, пациентом, психотерапевта, да, через какое-то время нашего с ним общения выясняется, что на душевном, на его любовном фронте произошли очень серьезные изменения. Ну, по сути, там, ситуация расставания, физического расставания, ну, то есть люди физически расстались, а эмоционально он до сих пор там, грубо говоря, он вспоминает, он переживает, он прокручивает эти какие-то моменты, не спит ночами, да. Вот, и это, конечно, вот тот самый момент, когда часть консультации, часть психотерапии связана с тем, чтобы вот какие-то такие мосты и связи навести, что, возможно, те жалобы, с которыми он пришел, они связаны и с этим, аккуратно сначала пока, да, то есть можно быть категоричным, сказать, головные боли, это только черепно-мозговая травма. Или можно занять совсем другую позицию, тоже категоричную. Раз ничего не нашли, значит, это связано с расставанием. Иногда люди приходят вот с такой, ну, просто уверенностью, да, хотя могут быть совсем другие вещи. То есть, да. Хочу обратиться к нашим телезрителям. Если у вас есть какая-то история о себе или, может быть, о ваших близких, вы готовы поделиться с нами? Звоните, телефон в студии 201-01-95. Ну, Елена говорит поделиться. Я думаю, что вот мы сейчас в такой ситуации, где хотелось бы еще успеть как-то разобраться с тем, чем мы делимся. Потому что мы, ну, так если соцсети посмотреть какие-то, да, мы очень многими моментами делимся. Ну, человек о себе рассказывает, да. Кстати, про соцсети, может быть, да, стоит напомнить, что у нас есть группа ВКонтакте, которая называется «Разговор по душам на Самаргиз». Можно туда писать, задавать свои вопросы, и мы обязательно их озвучим в эфире. И это очень часто дело полезное, потому что обсуждая и думая над чьим-то уникальным вопросом, ну, касающимся какого-то отдельного конкретного человека, мы вдруг потом обнаруживаем или не вдруг в процессе обсуждения, или в результате, что в этом уникальном случае отразились или прозвучали вопросы и других людей, которые в этом участвовали. Вот мы таким удивительным образом устроены, что в этой уникальности есть очень много, ну, какой-то такой... Ну, что значит есть? Она не заранее, эта общность заложена, она вдруг оттуда выуживается, да, выуживается каким-то пониманием, узнаванием. Ага, у меня тоже так. Ну-ка, 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 а как, а что вы про это думаете? А я вот про это вот и это думаю, да? А вообще мне это вот даже мысль в голову не приходила, что вот... Ну, я надеюсь даже, что наша программа опосредованно может кому-то задать вектор, куда двигаться. Вот вы проговорили, что вот с такой-то симптоматикой можно пойти к неврологу. Сколько людей существует, которые оказываются захвачены своими проблемами, бессонницей, там, или болями какими-то, или, в принципе, странными ощущениями, и настолько они на этом сконцентрированы и зациклены, что идея обратиться к специалисту, она становится не такой уж очевидной. Иногда нужен кто-то со стороны, кто подскажет. Вот можно начать пойти к этому врачу, да, там он подскажет, и надо ли идти к другому, или сам попробует решить эту проблему. Да, да. Там много, конечно, нюансов, я не думаю, что мы все сегодня с вами, но вот тот нюанс, который у меня сейчас еще пришел в голову, даже если у человека чисто неврологические проблемы, инсульт, там, последствия инсульта, да, и обездвиженность, например, руки и ноги, ну, классическая там есть картина людей, и, безусловно, эти люди требуют, нуждаются в реабилитации физической, да, в социализации, возвращении, но там есть и очень важный компонент того, как люди себя переживают внутри этой болезни, или в процессе этой болезни, потому что они сразу инвалидизируются, они лишаются каких-то, ну, там, действий, участий, работы, в которой они раньше участвовали, да, они, им нужно что-то делать с представлением о самих себе, они встречаются с очень тягостными ощущениями, например, вины, что они нагружают своих близких, ну, потому что за ними нужно ухаживать, что они выпали из этого, ну, процесса, например, если мужчина, да, он перестал зарабатывать, и кто-то теперь должен взять эти функции, или он перестал по дому что-то делать, там масса каких-то вещей, которые, в общем, ну, если можно так сказать, вторично по отношению к этому переживанию, по отношению к этой болезни возникают. И в этом плане любые хронические болезни, а мы все-таки живем, и мне кажется, это очень интересная, важная тема, достаточно давно поднятая, мы живем в таком, даже это было названо в обществе ремиссии, да, где медицина достигла, мы, по-моему, об этом говорили, что медицина достигла, да, достигла того, что те болезни, от которых раньше умирали, сейчас они хронифицируются, но они становятся составляющей частью человеческой жизни, и люди как-то это переживают, или себя в этих болезнях переживают, да, в своих каких-то неспособностях, в необходимостях признавать что-то, вот, или они переживают это в одиночестве, ну, где-то там про себя, да, или они, и такие ситуации известны, они приходят, обращаются за помощью, и мы эту помощь оказываем, мы организуем эту работу. Вот, но если подводить некоторый итог, я так по времени ощущаю, что мы, наверное, подходим где-то, сегодня я как раз хотел сказать об этом непростом, обычно это непростой выбор для самих людей, они идут к неврологу, и вдруг слышат, вам нужно, наверное, к психиатру и к психотерапевту, я знаю, что часть людей откладывает этот поход, ну, как бы, ну, нет, наверное, тут какая-то ошибка, или, может быть, это все несерьезно. Давайте еще что-нибудь, доктор, мне посвятим, сдадим анализы какие-нибудь. Да, по-своему правы, они идут к другому, может быть, специалисту, потому что этот, ну, как-то, может быть, некорректно посмотрел, там, на бегу, что-то, ну, не очень хорошее сказал, вообще ничего не выписал, кроме там, как я говорю, противотревожных препаратов, витаминов, и, там, консультация психиатра или, там, психотерапевта. Ну, физиотерапия, может быть. Не серьезно все это, у меня серьезное заболевание, я не сплю, у меня башка разламывается просто, да, я иногда цитирую своих пациентов, вот, а вот, ну, лечение, которое мне предложили, абсолютно несерьезное. И, ну, человек идет к другому, к другому, к третьему, пока приходит, например, на прием и говорит, ну, вообще, мне уже на протяжении, там, трех лет, четыре специалиста сказали, ну, вот, в последний раз я подумал, ну, наверное, надо прийти, наверное, надо что-то с этим делать. Вот, и это действительно непростая, в первую очередь, для, вот, страдающих людей, для болеющих людей, задача, во-первых, допустить мысль, что я могу пойти к психиатру или к психотерапевту, все-таки это пока еще, ну, мы друг на друга косо смотрим, ах, ты ходишь к психиатру, тем более я работаю в какой-нибудь компании, ну, известной или большой, а и вдруг там узнают, или еще что-то, да, не повлияет ли это на мою работу, на мое продвижение и так далее, на вождение автомобиля, на владение оружием, ну, и так далее, и так далее, на работу с наркотическими препаратами, потому что часть медиков работает, и ему выдают. Вот. Это первое. И второе. Ну, туда только психи ходят, я же не псих. Но это уходит, это такое предположение, вот, и люди начинают приходить. Ну, приходите или смотреть, искать видео в интернете, где они вот эти короткие ролики смотрят, 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 и, возможно, они на какое-то время даже эти ролики их отвлекают от их симптоматики, не знаю, досмотрелся, 50 роликов перед сеном, и все-таки уснул. То есть, вау, в ролике помогают. Про психологию я имею в виду, да? То есть, про психологию, про объяснение каких-то процессов. Да. И когда ролики таким успокаивающим эффектом обладают, мы, конечно, можем, я тоже сейчас аккуратен буду, в формулировках можно говорить, что мы сейчас наблюдаем снова, ну, вот есть такое слово, соматизацию тревоги. Ну, сома – это тело, то есть, тревога приобретает снова звучание. Почему снова? Потому что иногда этих людей, таких пациентов, ну, их как будто нету, да? Куда-то они деваются, что-то там как-то, система меняется. Вот. Они приходят и говорят, мне тревожно, там, я беспокоюсь, мне страшно, я знаю, что мне к вам, к психиатру или, там, психотерапевту. А иногда они приходят и говорят, я не понимаю, что я у вас делаю, да, мне помогают что-то вот из этих препаратов, которые я назвал. Неврологи ничего не находят, но мне кажется, мне к ним надо, мне к вам не надо, да? А вот эта вот тревога, находящая или звучащая через тело, ну, через какие-то телесные симптомы, усиливающие их. То есть, человек как будто бы понимает некие процессы внутри его организма, как в топку подкидывают дровишек, где вот это пламя тревоги подогревается, ну, до последнего сохраняют надежду, что это тело меня отказывает, это не душа, и там, не что-то внутри у меня происходит, в моих переживаниях, что может быть забыто, не доходит до сознания. Нет, вот что-то в теле, не знаю. Что-то в теле, да. Поджелудочный желудок, еще что-то. Раньше же был этот специалист, психоневролог, да, то есть специалист, у которого было две вот эти части, он и психика, и неврология. То есть, название специальности указывало на эту связь. Сейчас у нас нет психоневрологов, есть либо невролог, либо психиатр. Мы разделились, и я думаю, что в сознании людей эти вещи тоже разделились. Ну вот, результатом этого разделения является это к неврологам, но не к психиатрам. Спасибо, Алексей, за сегодняшнюю беседу. Буквально несколько слов для наших телезрителей. Может быть, пожеланий, напутствия какого-то? Ну, я думаю, это скорее не пожелание, вот так у вас лет размышлений. Это непростая всегда история. Я, может быть, эту мысль повторю. Непростая история разделить, кому мне пойти. Ну, если вы хотя бы примете шаг и к кому-то решите обратиться, это будет для вас только... Да. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин